Если вы будете менять этот мир к лучшему, вы будете чувствовать сопротивление. В этот момент вы должны сказать «Аминь». Но вам этого совсем не хочется, это так. Об этом мы сегодня и будем говорить. Я уже говорил, что то, что Бог вложил в вас, находится с одной стороны внутри вас, а с другой стороны вы должны проявить смелость, чтобы достать это наружу. Вы должны иметь смелость, чтобы достать это и действовать ради того, для чего вас создал Бог. Я зашел в этот зал, и мне бросилось в глаза. Какие-то люди. Страшно. Не то, что вы меня запугиваете, а я подумал, смогу ли я рассказать вам что-то новое. Но Бог подбадривает меня. У меня был прекрасный момент, когда Он придавал мне смелость. Иди, выйди из тени. Да, для этого действительно нужна смелость. Даже если вам кажется, что для кого-то это очень просто. Сопротивление будет поджидать вас за углом, когда вы соберетесь выйти из тени. Я испытывал сильное сопротивление, когда решил креститься. Я, можно сказать, вырос в церкви под скамейками. Я никогда спокойно не сидел. Ползал под стульями и скамейками. Мне выкручивали уши за мою непоседливость. С детства я думал о крещении. Мне было интересно, что это такое. Я понял, что мне нужно было позволить погрузить себя в воду. И уже будучи взрослым, получив хорошую работу, я почувствовал, что Бог направил меня на мой путь. И вот в то время я встретил хорошую девушку, Хайди, мою жену. Она ходила в эту церковь. Мне сказали, если я приму крещение или начну регулярно посещать эту церковь, то со мной расторгнут трудовой договор. Можете себе представить, какое давление я ощутил на себя? Я ощутил, что мне необходимо быть там, если того хочет Бог. Разговоры велись дальше. Я не знал, оставят ли меня на работе. Я был еще на испытательном сроке. У меня не было необходимых документов. Но все равно я крестился. Со мной провели много хороших бесед. И в тот год мы решили регулярно посещать эту церковь. И небольшая сноска. Вы бы думали, как сделать такой выбор. Он, с одной стороны, очень простой, а с другой, он непрост, если вы понимаете, что я имею в виду. Знаете, креститься было очень просто. Слушать Божье Слово прежде всего. Поставить Его Слово выше всего остального. Но куда ходить в церковь? В Библии не написано. И вот, чему меня научили в этом доме, делая выбор, опираясь на свои приоритеты и ценности. Я немного отвлекся и увел вас за собой. Моей ценностью было быть вместе там, где бы в будущем росли и крепли наши дети, которых у нас в то время еще не было. Где бы я видел, как процветает Хайди, выросшая без веры. В результате я остался на своей новой работе и проработал там 4 года. И на работе было одно совещание, на котором мы говорили о крещении. Совещание было открыто. Мы должны были обсудить крещение, так как накопилось много вопросов. Было много различных традиционных церквей, высказывающихся на эту тему повторного крещения. И вот на совещании сказали, у нас здесь есть человек, крестившийся повторно, заново. В такой момент я подумал, где люк, в который я мог бы сейчас провалиться? Мне было 22 года, я только что начал работать. Я только что закончил учиться. Я был еще зеленым студентом, я хотел провалиться под землю. Но именно в такой ситуации вы чувствуете давление. Вы чувствуете, как вам подступает сопротивление. И оно давит на ваши слабые места. Для меня тогда это была моя неуверенность. Я готовился к этой теме повторного крещения. Я прочитал огромное количество информации. Но именно в ту секунду я засомневался. Может быть, я недостаточно знаю? В один миг вас накрывает страх. У врага есть только одна цель. Когда вы идете вперед, он желает парализовать вас. Он хочет вас остановить, напугать вас до смерти. Почему не использовать потенциал, данный вам Богом? Потому что враг знает, если вы начнете идти к своему призванию, если вы будете использовать то, что в вас вложил Бог, то вы станете опасным для царства тьмы. Вы понимаете, что я имею в виду? Вы станете сильным воином царствия и будете делиться своей силой. Если бы это было неправдой, то что нам нужно? Погружение в воду во время крещения. Почему тогда вокруг этого столько споров? Очень часто, когда появляется сопротивление, люди начинают спорить не только о крещении. Если случается духовное сопротивление, то чаще всего это неестественно. Вы чувствуете что-то не так. Знаете, я днями ходил с ощущением камня в желудке. Я все думал, откуда это у меня? Это чувство давит на ваши слабые места. Но в Библии говорится, что мы не должны бояться тот, кто с нами больше того, кто в этом мире. Христос в вас гораздо больше любого сопротивления. Помните проповедь Питера? Христос в вас. Он в вас. Он больше того, кто в этом мире. Спросите себя, боится ли Христос внутри вас? Запуган ли Христос? Ему страшно? Нет. Он живет в вас. Он говорит вам, я даю вам мой мир. Его мир находится в вас. Он Всевышний Господь. Мы церковь должны принести к Нему как можно больше людей. Как только вы начинаете действовать, все великие мужи и жены слова, все пророки в Библии, все встречались с сопротивлением. Вспомните Моисея и данные ему Богом десять заповедей. Народу, слушавшему его на горе Синай, было страшно. Моисей страшился и не мог полностью реализовать себя. Он сам сравнивал себя с жертвой перед хищниками. Как оказалось, впоследствии это было совсем не так. Бог всегда был с ним. Гидеон был рядом с давильным прессом, когда Господь явился ему. Он выколачивал зерно. Гидеону было страшно, как и всем израильтянам. Помните, он боялся за урожай, уничтожаемый мадианитянами. Но Господь дал ему смелость. Эсфирь также родилась в жестокое время, когда евреи страдали от расовой ненависти. Помните, Аман стоит перед ней, второй могущественный человек в царстве и говорит, «Я уничтожу всех евреев». Эсфирь стоит перед ним, и Бог рядом с ней. Еще был Давид, помазанный царь, а Саул пытался убить его. Вот сколько запугиваний и страха. Вы видите, когда вы начинаете действовать, то появляется страх, запугивание и давление. Но в Библии сказано, что мы сражаемся не против плови и крови, запомните это, мы не сражаемся с людьми. В послании к Ефесянам говорится, что мы боремся с духовными силами, с духовными силами, настроенными против нас. Враг идет не лично на вас, но на Христа, находящегося внутри вас. Вы живете и действуете в согласии с Христом, вас, поэтому появляется сопротивление. Мы с вами будем вместе разбираться, какую тактику избирает противник. Мы будем читать книгу «Ниемия». Мы разберем главы с первой по шестую включительно. Если у вас с собой есть Библия, откройте ее. Я включу эти главы на экране. «Ниемия» жил за 400 лет до Рождества Христова, в то время евреи находились в Вавилонском плену. Там жил Ниемия, написавший об этом книгу, включенную в Библию. Мы начинаем с первой главы книги Ниемии, с первого стиха. Слова Ниемии, сын Ахалиина. В месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, в престольном городе. Он очень подробно описывает, где он был, когда и в какое время. Он пришел к Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничтожении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Ниемия узнал, в каком ужасном положении находился его народ. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным. Сердце Ниемии было глубоко тронуто. Горем народа он сел. Другими словами, он услышал эту новость и был шокирован ею. А потом он начал молиться. И он начал искать Бога. Он начал поститься. Другими словами, он отпустил все мирское и сосредоточился на Боге. Он хотел услышать Его. Это случается, когда вы хотите узнать, для чего вас создал Бог. Что Он заложил вас. Каковы ваши уникальные качества? Вы можете задать себе вопрос. Что касается меня? Что задевает мое сердце? Чем я занят? Даже чего я сильно боюсь? Чему я сопротивляюсь? Что вложил Бог в мое сердце? Я верю, что для каждого из нас Бог приготовил что-то особенное. И это особенное качество, умение, поможет вам менять этот мир к лучшему. Это качество поможет вам принести свет в этот мир. Неемия почувствовал это. Бог вложил что-то особенное в мое сердце. И он начал молиться. Происходит нечто, что дало ему понять, если он хочет все изменить, заново построить Иерусалим, то должна открыться. «Сверхъестественная небесная дверь». Мы с вами почитаем из второй главы Неемии. Первую мы уже прочли. Это довольно быстро, правда? А теперь перейдем ко второй главе. Вы можете сами дома подробно почитать эти главы. Вторая глава книги Неемии, стих первый. «В месяце Ниссане, в 20-й год царя Артаксеркса». Очень сложное имя было у него. «Было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Может быть, вы думаете, какое мне дело до всех этих странных месяцев?» Я поискал, что они означают. «Между Кислу и Ниссаном пять месяцев». То есть, если вы чувствуете, что-то тяготит вас, начните молиться и искать Бога. И в мае, может быть, откроется небесная дверь. Если вам не повезет, то это займет еще чуть больше времени. Неемии искал Бога пять месяцев и ждал, когда откроется дверь. Он верил, что Бог откроет ему двери. И, казалось, не был печален перед ним. И не заметил он более печали во мне. Это прекрасный урок, говоря о том, что Бог желает сделать в вашей жизни. И не заметил он более печали во мне. Знаете, ваше призвание не начинается с какого-то особенного события, каким бы оно ни было. Ваше призвание начинается тогда, когда вы верны Богу. И никто не знает вашего имени. Когда вы просто заняты тем, что важно. Вот в такие моменты формируется ваш характер. В такие моменты Бог созидает вас, смягчает ваше сердце, формирует ваш характер и готовит вас к тому, для чего вы были призваны в этом мире. Очень важно, чтобы мы не начинали жить только тогда, когда люди вокруг заметили нас, когда у нас появились средства на это. Нет, все начинается с малого, в молодости, в студенчестве. Может быть, вы начинаете домашнюю группу, думая, «Хорошо, это всего лишь пять человек, о которых я могу позаботиться». Во втором стихе читаем, «Но царь сказал мне, отчего лице у тебя печально? Ты не болен?» «Этого нет, а верно, печально сердце». Я сильно испугался. И сказал царю, «Да, живет царь вовеки. Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, другими словами, там, где мое наследие, откуда я произошел, где мои корни, в запустении ворота его сожжены огнем». И сказал мне царь, «Чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному. Я дал себе прочитать так. Я быстро помолился». «О, нет, что мне попросить у него?» И сказал царю, «Если царю благоугодно, и если благоволение раб твой перед лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? Что тебе нужно?» Спросили его. Царь одобрил его желание. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. Далее мы не будем читать это большой отрывок. Далее ему дают разные письма и воинов. Наемия знает, что не всем понравится это путешествие, и не все поймут его желание отстроить заново его город, выполнить план Божий. Вы слышите между строк, я думаю, что первый шаг к тому, чтобы принести любое сопротивление, это знать, что вы встретите сопротивление. Конечно, не весело знать, что вам встретится сопротивление, но зная, что оно будет, вы подготовлены, вы сильны. То есть Неемия был подготовлен к встрече с сопротивлением. Вы можете спросить себя, если вы никогда не встречаете сопротивление, если вы легко делаете свой выбор, Если вам никогда не бывает некомфортно, то где ваш рост? Помните, Питер говорил нам об этом. Может быть, вы находитесь в комфортном месте, ходите по кругу, и ничего не происходит. Я не говорю, что вы должны найти себе сопротивление, раздражать людей. Это тоже сопротивление. Нет, когда вы следуете за Божьим Словом, то обязательно будет сопротивление. Я говорю вам об этом. То есть, не будьте наивным и не бойтесь. В 19 стихе читаем, что он встречает ожидаемое сопротивление. Услышав это, Санавалад хоронит Итове, аммонитский раб Игешем, аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете. Уже не думаете ли возмутиться против царя? Первое, что они используют для того, чтобы выбить его с поля боя и остановить его, это презрение. Они высмеивают его, кто ты такой. Они смеются над ним. Они презирают его. Как это сопротивление придет к вам в наши дни? Знаете, может быть, вас не будут высмеивать буквально, но вы почувствуете между строк, что вас презирают. И очень часто это самое ближнее окружение. Ты действительно думаешь, что ты изменился. Ты можешь думать, что ты святой и праведный. Ты помнишь, как ты дальше. Вы можете сами продолжить. Это придет от ближнего окружения, от людей, знающих вас очень хорошо, и думающих, что знают вас очень хорошо. Вы стараетесь изменить свой стиль жизни, а люди вокруг вас тянут вас обратно. Мы знаем тебя таким, каким ты был раньше. Ты действительно думаешь построить новую жизнь и быть свободным? Знаете, в таких ситуациях мы склоняемся к тому, чтобы еще усерднее работать над собой, чтобы показать, что мы по-настоящему изменились. Мне очень нравится ответ Неемии. Послушайте, в 20 стихе я дал им ответ и сказал им, «Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, и вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме». Вы не представляете себе, насколько современная Библия. В ней столько всего полезного. Неемия говорит, «Бог Небесный благопоспешит нам». То есть, как вы должны ответить на насмешки людей, на их презрение? «Не мои силы, но силы Бога помогут мне преуспеть». Бог Небесный поможет нам. Бог Небесный поможет нам. А мы, слуги Его, станем и пойдем строить. Сначала благодать Его, сила Божья, а потом намерение строить. Вот так начинается другая жизнь. Это происходит не потому, что мы работаем усерднее и даем результаты. Как говорит Неемия, «Бог Небесный помогает нам». Пусть это будут ваши слова. «Бог Небесный помогает мне». В нем вы черпаете силы. Неемия идет дальше. Он собирает людей, мужчин и женщин из всех сословий общества. Все люди объединились для строительства города. Они хотели восстановить честь своего народа. И это прекрасно. В сущности, не важно, что вы сделали, но вы все объединились для строительства Дома Божьего. Не важно, кто вы, что вы делаете, какие у вас таланты. Все вместе мы строим Дом Божий. Может быть, вы профессиональный строитель, вы работаете руками. Может быть, вы профессиональный химик, выводящий в уме сложнейшие формулы. А может быть, вы, как никто другой, умеете принимать гостей. Бывает так, что вы умеете приходить вовремя, вовремя подставить свое плечо и помочь. В этом и есть сила Дома Божьего. Все вместе мы строим. Вместе мы сильны. Но вот враг применяет новую тактику. Я немного пропущу. Далее говорится о Санавалате. Он услышал о строительстве города. И во втором стихе четвертой главы он говорит, что делают эти жалкие иудеи. Неужели им это позволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха? И при том пожженные. Атовия, амонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят. Пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Вторая тактика. Уныние. Враг отбивает желание действовать и вгоняет вас в уныние. Только что вы строили с желанием, и вот пришло уныние. У меня тоже был такой момент. Много лет назад я работал над одним проектом, и вот его закрыли. Мы строили в Амерсфорте еще один корпус для нашего проекта. Руководителям пришлось после его закрытия все передать другому предприятию. Каждую пятницу наш корпус принимал посетителей. Это было прекрасное время, но я слышал тот голосок. Ты думаешь, что ты что-то изменил? Ты действительно думаешь, что ты что-то смог изменить в жизни тех людей? Все это время, разве оно прошло не напрасно? Этот голосок начал говорить во мне, и вот поднимается гигантское уныние. Меня радовало, что Бог показал мне, что все было не напрасно. Я помню тот летний лагерь, за который я отвечал. Я встретил там людей, пятерых или шестерых, которых Бог специально направил ко мне. Они благодарили меня, говорили, что я значил в их жизни. То, что я когда-то им говорил, изменило их. Я почувствовал, что Бог каким-то образом хотел поблагодарить меня, сказав, нет, все было не напрасно. Я сказал всем тем людям, что были со мной, все было не напрасно. Мы с вами строили и строим для будущих поколений. Вы не строите только для вечера пятницы, только на неделю или на месяц вперед. Вы строите даже не на пять месяцев вперед. Вы строите на целое поколение, то есть проявите выдержку. Неемия ответил на уныние. Не бойтесь, думайте о Боге, о великом прекрасном Господе. Боритесь за то, что дорого вам. И осмотрел я и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за дома свои. То есть, когда придет уныние, помните о Господе великом, царе царей. Пусть перед вашими глазами будет цель. Вот об этом сказано здесь. Третий пункт написан в шестой главе. Во втором стихе опять на сцену выходит Санавалат и Гешем. Тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Если что-то так называется, то вам не следует туда ходить, чтобы вы знали. Они замышляли сделать мне зло, но я послал к ним послов сказать, «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я остановил его и сошел к вам». Неемия говорит, «Оставайтесь в строю, не бросайте гонку». Так нам говорил и Павел. Не ходите к своим противникам на трибуны, не вступайте с ними в дискуссию о том, кто проиграет гонку. Стоите тверже, идите дальше, держитесь. Он говорит, «Я занят большим делом». Он знает, что он делает, знаете, что вы строите. И строил то, что было у Бога на сердце. Он четыре раза говорил одно и то же. Мы с вами не будем об этом читать. Но на пятый раз им это надоело. Тогда прислал ко мне Санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. А затем он принимает следующую тактику. Почитаем из шестой главы. Стих шестой. В нем было написано, «Слух носится у народов. Лидер, желая что-то донести до народа, говорил так. Ходят слухи, другими словами, многие думают, многие считают. Я задавал вопрос себе, кто эти люди? И, конечно, на это нечего ответить. Я отвечал так. Или вы знаете имена, или мы оставляем это и не обсуждаем это с вами». Выражение «многие считают, до народа дошел слух». Нужны для того, чтобы показать свою важность. И Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали «Отпасть для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам». И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили «Царь иудейский, обратите внимание на устрашение». И такие речи дойдут до царя. «Итак, приходи и посоветуемся вместе». Они принимают силу, они тянут его вниз до своего уровня. Но я послал к нему сказать «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал». Это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая. Опустятся руки, их отдела сего. И оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. То есть Ниемия еще более усердно принялся за работу. Враг хочет парализовать вас. Он желает, чтобы вы стояли на месте и не могли больше делать свою работу. Как он делает это? Он использует ложь. Это была наглая ложь, которую они распространяли о Ниемии. Ложь могла проникнуть и в его голову. Он мог подумать, а что, если он действительно доберется до царя? Я же знаю, насколько он могуществен. Он действует, унижая меня, и эти мысли проникают в мою голову. Ответ Ниемии был очень точным. Он делал ложь бессильной и строил с большей силой дальше. Не дайте лжи отвлечь вас. Не слушайте то, что о вас говорят. Они пробовали запугать Ниемию, заставить его бежать. Он разговаривал с кем-то, кто приглашал его в 6 главе в 10 стихе встретиться в доме Божьем внутри храма. Послушайте, звучит странно. Давай встретимся в храме. Пришел я в дом Шамаи, сына Дилаи, сына Мегетавелова, и он заперся и сказал, пойдем в дом Божий внутри храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя и придут убить тебя ночью. Представьте себе, что вам скажут, вас придут убить, другими словами, ты плохой лидер, ты им не нужен. Все об этом говорят. Здесь его запугивают. Это очень хорошо видно. Затем в 11 стихе он говорит словами, отражающими то, как Ниемия смотрит на себя. Он сказал, может ли бежать такой человек, как я, может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Он понял, что эти люди куплены, чтобы запугать его. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Тови и Санавалат подкупили его. Четвертый пункт. Это тактика запугивания. Они хотят, чтобы вы испугались. Страх невероятно парализует. Ниемия знает, кто он такой. Ниемия знает, что рука Господа охраняет его. Ниемия знает свое призвание. Поэтому он говорит, может ли бежать такой человек, как я? Не бегите от запугивания. Не бегите из-за страха. В заключении я хочу сказать, что случится, если вы будете стоять на своем. Глава 6, стих 15. Стена была совершена в 25-й день месяца Еллу. В 52 дня. Я прочитаю дальше из 16-го стиха. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Я прочитаю еще раз. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Видите, это не сила Ниемии, это не его мускулы, это благодать и сила Божья. Помогли ему выстоять и победить. Мы с вами должны знать, что мы строим Дом Божий везде, где есть наши церкви. Люди могут прийти туда. Каждое воскресенье люди могут зайти туда и услышать слова надежды, слова исцеления, слова любви. Мы строим для этого. Дом Божий для нашей страны. Мы будем Домом Надежды. Весь город ждет подъема Всевышнего, роста справедливости и любви в мире. Каким будет мир, когда в нем будет много праведных и милосердных людей. Весь город ждет этого. Мы с вами призваны нести Царствие Божье туда, где его еще нет. Мы с вами можем построить город. Ниемия строил по повелению Божьему. Я хочу спросить вас, что Бог повелел вам, что Он вложил в ваше сердце. Я скажу по-другому. Что у Бога на сердце? Что вы чувствуете? Ниемия чувствовал, что у Бога на сердце? Его город лежал в руинах. Что у Бога на сердце? Люди. К чему стремится ваше сердце? Какая у вас цель? Чего вы хотите достичь?